МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ударная десятка, вовлекающий и динамичный проект госкорпорации Ростех по боксу и силе удара, стартовавший еще 5 лет назад. В этот день более 3,5 тысяч заводчан приняли участие в мероприятии. Ребята, которые сегодня победят, я увижу и в Москве на финальных соревнованиях. И отрадно, что наша ударная десятка стала очень популярным видом спорта. И с каждым годом все больше и больше работников нашей корпорации принимает участие. Люди тренируются, кто-то же, знаете, попробовал, ударил, никогда не пробовал, потом, слушай, а почему бокс не пойти позаниматься? Может, тренироваться начнет. А если он, посмотрите, выиграл, они поедут в Москву. Это такой тимбилдинг, коммуникация определенная. Ну, то есть это маленькое, знаете, мы стараемся из каждого участника делать героя. 77 тысяч человек приняли участие за всю историю проекта. Концепция его основана на таких корпоративных ценностях, как активность, целеустремленность, сила и развитие. Мы еще разыграем призы, вручаем футболки каждому участнику и, безусловно, рассчитываем, что это мероприятие станет для наших людей доброй традицией. И, возможно, кого-то вместе с их детьми привлечет к здоровому образу жизни. Какой у вас результат? У меня 52 килограмма, но для меня это тоже нормально. Финалисты ударной десятки в категории до 50 лет стали Галина Калашникова. Ее удар весит 233 килограмма. Семен Кузнецов с ударом в 487 килограмм. В категории старше 50 лет Валентина Потапова с ударом в 127 килограмм. И Сергей Власов с ударом 329 килограмм. Все они тем самым получили возможность побороться за 3 миллиона рублей в Москве. Эдуард Жемсаранов, Наталья Нунай, Баток Гармын, программа «Вместе», «Мир Байкал». Эдуард Жемсаранов, Наталья Нунай, Баток Гармын, Баток Гармын, Баток Гармын, Баток Гармын. Субтитры создавал DimaTorzok